Культурная сенсация 21 века. В Новосибирск привезли картину Рубенса, найденную в небольшом уральском городке. Сегодня вечером публика увидела полотно, кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой. Оно было написано более 400 лет назад и много лет лежало в Ирбитском музее. Одним из первых разглядел реликвию Алексей Кудинов. Музей из города Ирбит привез в Новосибирск выставку в первую очередь графики. Здесь представлены работы величайших мастеров 17-18 века. Это все западноевропейская школа. Есть, например, такой учебный афортный станок. Правда, его привезли сюда из Искитимы, из детской школы искусств. Но по нему можно примерно представить, как создавались вот эти работы, которые экспонируются в музее. Но, конечно же, мчужина выставки, это единственная живописная работа из Ирбита, это картина Рубенса. Ее появление, ее открытие 12 лет назад стало новостью, сенсацией, если угодно, для культурного мира, даже не только России. Потому что считалось, что первая работа на этот сюжет Рубенса хранится в Венском музее. Но на самом деле оказалось, что это не так. Так, появление Рубенса в коллекции музея из Ирбиты – это настоящая, чудесная, где-то даже детективная история. Работа Рубенса, на фоне которой мы стоим, она вообще имеет потрясающую, я бы сказала, историю. Потому что эта работа была передана Ирбитскому музею как копия в свое время. И долгое время она была в плохом состоянии. И вот в 2012 году ее реставрировали. И я считаю, что это сенсация, которая действительно мирового уровня, да, когда в городе Ирбите появился свой собственный Рубенс. В штыки это все было воспринято, это все равно своего рода скандал был. Открыть где-то уже в 21-м столетии неизвестное полотно Рубенса, да еще не в каком-то крупном музее, а в маленьком провинциальном уральском городе. В общем, определенную сенсацию мы тогда создали. Четыре слоя лака скрывали работу Рубенса. Интересно, что реставраторы специально оставили два небольших прямоугольника на холсте, чтобы показать, как выглядела эта работа до того, как была открыта, в те времена, когда она считалась копией и хранилась в Эрмитаже или лежала где-то в запасниках Ирбийского музея. Добавлю, что Новосибирский художественный музей также показывает на выставке свою коллекцию западной европейской живописи. Это авторы, которые представляют те же года, ну или ту же эпоху, в которую творил Рубенс. Часть этих работ можно посмотреть и в обычное время, они представлены в постоянной экспозиции, а часть давно уже не видела публика. Алексей Кудинов, Валерий Павлов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok